Всем привет! Меня зовут Лиса, и сегодня на моем канале я решила запустить новую, достаточно, как мне кажется, интересную рубрику. Я хочу делать образы принцесс Диснея, но не просто какие-то там перевоплощения или оля косплей, или даже закосы, а образы принцесс Диснея, как они бы выглядели, если бы они были в реальной жизни и жили бы в нашем с вами году. У меня в инстаграме уже есть подобная рубрика, там я перевоплощаюсь в аниме и делаю их такими, какими бы я думала, они были бы в реальной жизни, прописываем характер, собираю подходящую одежду, макияж, укладку и все-все-все-все-все такое. А тут недавно наткнувшись на видео формата, как бы выглядели принцесски Диснея, если бы были современными подростками, я подумала и решила, блин, почему бы мне не делать то же самое, только на ютуб и в формате принцессок Диснея. Первой подопытной у нас будет Эльза, но я сразу вас предупрежу, что это будет очень странное перевоплощение, потому что я постараюсь передать Эльзу в том виде, в котором я ее представляю в современности. Если мы наберем 40 тысяч пальцев вверх под этим видео, то я обязательно сниму продолжение, только выбирать следующего персонажа будете уже вы сами, поэтому если вы хотите увидеть мое видение какого-то другого персонажа этой вселенной, обязательно напишите также в комментарии, кого мне именно повторить, может быть это Батарель, Бель или Эсмеральда, вы решать только вам. Также, пользуясь случаем, недавно мне пришла огромная, буквально огромная посылка с одного из моих самых любимых корейских магазинов. Да, вы меня часто спрашиваете, откуда я заказываю косметику, и именно оттуда я вам в дальнейшем все расскажу, покажу. Конечно же, прежде чем начинать делать образ, с самого начала я хочу похаживать за своей кожей, и для этого я буду использовать одну из вот этих вот масочек. Фирма VT, они как раз-таки делали коллаборацию с BTS, если вы помните, у них была косметика, я делала на нее отдельный обзор. Про этот бренд я узнала именно с тот момент, мне безумно нравится их косметика, и на этом сайте, на одном, кстати, из очень-очень немногих, именно представлена их косметика. Даже сейчас я открываю маску, и можно заметить, как она уже сочится, насколько она сочная, насколько она классная. Конкретно вот эта маска одна из моих самых любимых, потому что, обратите внимание, она марлевая. Все, волосы назад. Считаю, что выгляжу замечательно. Но, на самом деле, меня очень часто спрашивают, откуда я заказываю себе всю мою корейскую косметику. Я ее в большинстве случаев заказываю именно с сайта Rose Rose Shop, потому что это доставка напрямую из Кореи, потому что здесь можно быть уверенным в том, что вы получите действительно то, что вы заказываете, и самое важное, они дают очень много подарков. И вот даже сейчас я купила умывалку, тонер, и мне в подарок дали точно такой же тонер, только в миниатюре. Вот что я заказала себе из уходовой косметики. Просто, на самом деле, безумно сильно люблю этот сайт, потому что там косметики невероятно много. Еще мне рекомендовали вот это вот средство. Это, короче, специальная умывалка для тела против акне и всяких воспалений. То есть, если у вас есть какие-то штуки неприятные на вашем теле, то, используя вот этот вот гель для душа, у вас все нормализуется. Ну, по сути, как если использовать правильную косметику для лица, только вот, например, для спины или для груди, или где у вас там, возможно, есть прыщи. Чувствую себя счастливым человеком. Пока маска впитывается, предлагаю посмотреть образы, которые можно повторить. Блин, дурацкий ободок. Бам! Возможно, вы не поняли причину моей радости, но она в том, что это упало на диван. Сейчас мы с вами будем смотреть видосы, смотреть фотографии и искать inspiration в Эльзочке в реальной жизни. Так что давайте посмотрим, что здесь вообще нам предлагается. Эльза была бы очень трудным подростком, который из изгоя и гадкого утенка превратился со временем в настоящего лебедя. Но почему-то мне это кажется достаточно странным. Блин, ну вот даже не знаю, что-то вопросов много. Как-то казалось бы классно, а вроде как-то вот и не классно нифига. Вот эта вот девушка Эльза такая приятная, мне точно было инстаграм, много лайков было. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста. У меня есть очень одна маленькая мечта, на самом деле не маленькая. Я очень хочу, чтобы мне до Нового года было 700 тысяч подписчиков. Я, конечно, не Эльза, но мне хочется верить, что это возможно. Ужасно, ужасно выгляжу. Все, хвостом лучше. Хвост всему голова. Ход коту голова. Голова в голове, голова. Голова. У меня появился в голове такой странный образ, который, я думаю, никто не будет ожидать, потому что наша Эльза будет непростой Эльзой. Очень сомневаюсь, что Эльза могла бы носить. Но, в принципе, кто-то из принцесс Диснея точно бы это носил. Как думаете, кто бы это был? Может быть, Эльза была бы косплеершей? Я знаю, какому персонажу это бы подошло, но точно не Эльзе. Первый этап одежды готов. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что она бы также носила цепи. Видите, это серебряная цепь, холодное сердце. Бум! Я считаю, что это вообще идеальное попадание в персонажа. Холодное сердце, лол. Цепь, сердце, серебряная, холодная цепь и холодное сердце. Вы просто офигеете, какую я придумала Эльзу. Все-таки не забываем, что у нас это девчули современные, они как бы в 20-м году существуют, ну, кстати, уже в 21-м. Это мы с вами будем делать актуальные образы. Но для начала, прежде чем надеть парик и, в принципе, дать понимание вам, как я вижу это все добро, хочу накрасить лицо. Я, кстати, использую вот этот вот кушон. Это один из моих самых любимых кушонов. Мне его еще очень давно посоветовала Кенха. Если вы не знаете, моя подруга, она кореянка, но она говорит по-русски. Короче, она посоветовала этот кушон. Я его прям всем своим знакомым рекомендую. Это лучший кушон вообще из всех, что у меня когда-либо был, поэтому я заказала себе еще два таких же. Бамп. Это выглядит максимально так себе. Человек-яйцо! Модная Эльза. Она будет с корехой. У нас будет такая Эльза вообще тиктокерша, а так как она тиктокерша, но все-таки еще одновременно королева, понимаете, такая достаточно пафосная чекуля, то, конечно же, у нее будет корона. Считайте, что она снимала повы. Вот. Давит на бошку. Потом наденем, когда уже весь обран будет готов. Вот шутки-шутками, а я хочу сделать очень узнаваемый макияж, чтобы было сразу понятно, что перед нами все-таки Эльзочка. Кстати, вот что я еще заказала из этого магазина. Посмотрите, как много косметик. А еще я взяла себе вот такие вот ногти классные. И в Корее очень распространенная такая практика наклеивать ногти. Блин, эти ногти, на самом деле, идеально подошли под Эльзочку, но я уже сделала, как видите, вот огромное наращивание. Снимали рубрику для моего канала, которая выйдет совсем-совсем скоро. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я в ближайшее время, когда сниму мои вот эти вот ногти, обязательно протестирую вот эти в инстаграме, потому что я вообще главный фанат накладных ногтей, и вы это прекрасно знаете. И, кстати, их на том сайте тоже просто дофига. Есть абсолютно любые дизайны, абсолютно любые что угодно. Я вам честно скажу, они держатся, но где-то дней 10 точно. И да, вам ничего не нужно вообще для того, чтобы эти ногти наклеить. Там уже все есть. Вообще лучшая штука ever. Блин, они не пахнут. Они не пахнут шоколадом. Они не пахнут шоколадом черным. Говорят, что это клевые тени, поэтому протестирую. Я буду использовать вот такой вот тинт. Я его еще не пробовала, но я в целом очень люблю тинты для бровей, потому что это одна из самых лучших вещей вообще-то в мире. Смотрите, они выглядят вот таким вот образом. Здесь уже есть такой срез волосками. Когда ты рисуешь, получается очень прикольно. У Эльзы они немного вздернутые, идут вот так вот наверх. Так что постараемся воспроизвести. Видите, какая удобная штука? Бац, бац, все. И у тебя уже готовые брови. Любая форма. И рисовать очень удобно и очень просто. До, после, до, после. Конечно, так оставлять нельзя. Нужно придать идеальную форму. И поэтому я буду сейчас использовать консилер и им править брови. Кстати, консилер от фирмы Хера. Да, название смешное, зато никогда не забудете. И этот бренд очень сильно любят Blackpink. Это прям клевый бренд. Его в России, в принципе, я даже не видела, чтобы где-либо продавали. Не понимаю, почему. Но вот на Rose Rose Shop они есть. И этот прям топ. Еще, кстати, смотрите, прикол этого консилера. Ну, я его уже показывала, но если вдруг вы не помните. У него вот такая вот скошенная форма самого вот этого спонжа. За счет этого очень легко рисовать любую форму. Даже под бровями что-то править это очень легко. В другие места сразу консилер сходу. Я думаю, вы видите, как круто он брови, да, замаскировал. Это прям вообще огонь. Несмотря на то, что у меня достаточно плотные и толстые брови, их замаскировать очень тяжело, но эта штука справляется. И, конечно же, нафиг скулы. Сразу зафиксирую лицо вот этой вот пудрой. Кстати говоря, я нашла только что такую картинку. Боже мой. Нет. Ну нет. Ну нет, ну нет, с Эльзой. Хотя это же можно сказать и мне. Пудра идеально подойдет и для бейкинга, и просто для того, чтобы припудривать себя. Так, особенно если вам нужно фундаментально. Еще немного бейкинга бахнем. Прям на щек себе. Ох, уже этот момент Х. Будем тестировать тени. У меня на них огромные просто возжелания. У меня огромные на них надежды. Пожалуйста, тени. Давайте поставим ваши ставки, господа, будут ли они классными или нет. Потому что цвета просто... У нас она будет такая, девчонка, знаете, из страны, да? Так, давайте. Я просто не хочу говорить эти слова, потому что я не уверена, что на ютубе такое говорить можно. Но, предположим, у нас Эльза говорит голосом маленького мальчика или маленькой девочки. Она начинает предлагать что-то тебе крайне неприличное, потом выжидает долгую паузу, а потом говорит... Ммм, пошерстим, пошерстим, да. Простите, мне жаль. Берем прям вот эти вот тени, которые красненькие. И только вот сюда вот их бахаем. Нам нужно, короче, сделать эффект максимально кошачьего глаза. Кстати, тени-то посмотрите, какие крутые. Я только сейчас это поняла. Посмотрите, я же сделала один маленький слой, насколько они пигментированы. И, короче, растушевываем чисто наверх. Добавлю еще прям совсем самого темного цвета, который вот здесь вот, вот этот вот крайний. Вот прям сюда-сюда, чтобы еще больше глаз был кушачий. Также добавим ей вот эти вот мешочки. Вот сюда вот немного. Добавим немного блесток вот сюда вот прям капельку. Кстати, блески очень красивые, посмотрите. Их можно даже как хайлайт распользовать, чем я, наверное, и займусь. Вот эту вот зону ей вывелить полностью вот так вот, чтобы здесь было светлое. Потом у меня есть вот такая вот штука, я купила себе, посмотрите. Это вот такие вот белые глиттеры в упаковочке, как подводка. Им, по идее, сейчас очень легко будет носить вот сюда вот на нижний веку блестяшки. И должно быть, по идее, безумно красиво. Да, это прям как будто хлопья снега лежат у меня на нижнем веке. Выглядит прям то, что надо. Надеюсь, вам это заметно, потому что в жизни это выглядит просто потрясающе. Ну да, это по-любому должно быть заметно. Они прям искрятся, как будто, правда, у нас какие-то снежинки. Очень красиво. Буду красить только верхние века. Я взяла себе новую тушь 4D. Не знаю, что такое тушь 4D. Сейчас узнаем, расскажу. Пока поракрашиваю только уголок глаза вот так вот. Сейчас я быстро накрашу второй глаз и вернусь к вам. Бам! Макияж глаз закончен. Мне кажется, получился очень красивый макияж сам по себе. Он достаточно простой и красивый. Единственный минус, я испачкала свой парик. Ну ладно, что поделаешь? Ничего не поделаешь. Пряточки, как у Лейльзы, надо выпустить. Здесь одна и там одна. Теперь, конечно же, румяна. У меня вот такие вот румяна от Миши. Они здесь с небольшим блеском. Мне кажется, это именно то, что нужно, потому что они будут как бы немножко искриться, подобно снегу. Снег же искрится. Да, это именно тот самый цвет, который я хотела, чтобы было у моей Эльзы. И, конечно же, мы наносим это вот сюда, вот прям как у нее. Рилл цвет один в один вообще. Мне кажется, когда я линзу надену, будет прям очень круто. Значит, давайте подумаем, какая бы у нас была Эльза. Ну, на мой взгляд, она точно бы сидела в ТикТоке. Она бы совершенно точно была бы сидела. Такая немножко альтернативная девчуля. Она была бы заправая женщина абсолютно по-любому. И серия братона и важнее мужиков. Вот это вот все. Вообще, клевая была бы Чика. Мне бы она точно нравилась. Я бы окрашила нос тоже у нас должен быть, как у нее запудренный. Так, смахиваем бейкинг. Добавлю веснушки. Я буду добавлять их вот этой вот же палеткой. Я буду смешивать вот этот цвет и вот этот, чтобы они получились не очень активными. Потому что Эльза была бы из тех, кто Эльзует веснушки, а кто скрывает, что они есть. Кстати, есть у вас веснушки или нет. И как я уже хотела, я возьму вот этот цвет, который у меня делала тени. И добавлю как хайлайтер. Потому что по-любому Эльзабе у нас хайлайтер бы точно любила. И да, блин, просто зацените, как круто это выглядит, как хайлайтер. Добавляем фомаду. Тинт. Ну просто красота. Мне очень нравится ст образ. Это прям вот мне очень нравится. Теперь нужно надеть нашу корону. Надеть линзы. Линзы. Надеваем корону. Все просто. Это королева белых ходоков. Это королева Рудольфа Снеговика. Или как его там звали? Олопово. Это просто настоящая Эльзочка. И скажите мне, что она в жизни была бы не такая. Мне кажется, именно в жизни она была бы такая. Как вам этот образ? Оцените его, пожалуйста. И, кстати, да. В голове у меня просто буквально песня Билли Айлиш. You should see me in the ground. Что ж, вот такой образ у меня получился. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я надеюсь, что это будет не первое и последнее видео из этого рубрики на моем канале. Но это решается исключительно вам. Поэтому ставьте ваши лайки. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.